Разделение прежде единого интернета на несколько суверенных больших интернет-пространств вобьет, вероятно, один из последних гвоздей в крышку гроба американской модели глобализации. Впрочем, в МИД Украины давно уже своя атмосфера. Но неужели Александр Ткаченко полагает, что при власти в Германии, Франции, Испании и других странах Старой Европы находятся идиоты, которые принимают решение о приостановке вакцинации лишь на основании сообщений СМИ. Вакцинацию этим препаратом у нас, конечно же, никто приостанавливать не планирует. А во временном запрете Астрозенека в Европе увидели, правильно, руку Кремля. Как говорится, так проходит земная слава. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вакцинация и связанная с ней гонка вакцин продолжает оставаться одной из главных тем мировой новостной повестки. И если вы думаете, что речь идет только о медицине, то вы ошибаетесь. На кону стоит преимущество в экономической конкуренции в постковидном мире. Страны, которые раньше других вакцинируют свое население, смогут раньше отменить связанные с пандемией ограничения, притупляющие деловую активность и, как следствие, первыми восстановятся после экономического кризиса. Но помимо того, как скоро привьются ведущие мировые державы, важно и то, какими именно вакцинами они будут прививаться. В период наиболее массовой вакцинации в истории человечества рынок препаратов для нее измеряется сотнями миллиардов, если не триллионами долларов. Лакомый кусок этого пирога жаждут отхватить все ведущие мировые фармацевтические корпорации. Немаловажной остается и имиджевая сторона вопроса. Для современного государства способность разрабатывать качественные вакцины от коронавируса это примерно как обладание ядерными технологиями в конце 1940-х или космическими технологиями в 1960-е. На этом фоне на прошлой и текущей неделе целый ряд европейских стран отказались от использования британской вакцины от коронавируса AstraZeneca. Первой от AstraZeneca еще на прошлых выходных отказалась Австрия. Причиной стала смерть нескольких вакцинированных, у которых после прививки образовались тромбы. Австрийскому примеру последовали Италия, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария и Таиланд. Всего 9 стран, по данным Bloomberg, отказались от британской вакцины по состоянию на 12 марта. Эти страны объявили о приостановке использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca независимо от партии. 14 марта о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca объявила Ирландия, а 15 марта Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Словения, Португалия и ряд других стран. И хотя несколько десятков человек, испытывающих после вакцинирования проблемы со свертываемостью крови, являются незначительно малым процентом на фоне миллионов привитых, сам факт смертей граждан, получивших вакцину, служит серьезным деморализующим фактором при использовании AstraZeneca. На фоне проблем с использованием британской вакцины, отстоять ее репутацию пытается английская пресса. Так, 16 марта BBC писала, цитата, «Регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств заявил, что по-прежнему твердо убежден в том, что преимущества вакцинации Оксфорда-Строзенека от COVID-19 перевешивают риски». В ведомстве повторили, что не было никаких признаков того, что именно вакцина вызывает образование тромбов, после того, как несколько ведущих стран ЕС приостановили внедрение. Глава Европейского агентства по лекарственным средствам EMA Эмер Кук заявил, что организация придерживается своего решения одобрить вакцину. Расследование случаев образования тромбов у нескольких привитых продолжается. Мы не беремся рассуждать об эффективности вакцины Астрозенека, но можем констатировать, что в информационном плане ее производители понесли серьезный урон. Единожды подорванное доверие к препарату в Европе вряд ли восстановится в ближайшее время, даже если регулирующие органы объявят, что причиной образования тромбов у рецепиентов была не она. Тем временем в Восточной Европе разворачивается довольно неприятная и комичная ситуация, демонстрирующая несамостоятельность местных политических режимов. Так, утром 16 марта правительство Литвы, наперекор всей Европе, отказалось останавливать вакцинацию от коронавируса препаратом Астрозенека, потому что это может испортить репутацию западной вакцины. Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис пообещал на глазах у всей страны привиться Астрозенека, чтобы развеять у литовцев подозрения, будто она опасна. Однако вечером того же дня, вероятно, после звонка из Брюсселя, все тот же глава Минздрава объявил о приостановке вакцинации литовцев препаратом Астрозенека, потому что он может быть опасен, и профильная структура Евросоюза не рекомендует им прививаться. Да, как говорится, постоянство – признак мастерства. Еще любопытнее развивается ситуация в Украине, где власти смогли пролоббировать поставки лишь индийской вакцины Ковишилд, которая является местным удешевленным вариантом все той же Астрозенека. Вакцинацию этим препаратом у нас, конечно же, никто приостанавливать не планирует, а во временном запрете Астрозенека в Европе увидели, правильно, руку Кремля. Вот что написал по этому поводу в своем телеграм-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. «Спутник» до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И вместе с тем неожиданно появляется просто вау информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутник» вакцины Астрозенека. Очень похоже на тактику выжженной земли – информационно уничтожить вакцину конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника». Конечно, информационный лоббизм в медиасфере применяют сейчас все основные производители вакцин. Но неужели Александр Ткаченко полагает, что при власти в Германии, Франции, Испании и других странах Старой Европы находятся идиоты, которые принимают решение о приостановке вакцинации лишь на основании сообщений СМИ. Если это так, то министр информполитики просто пытается приписать Европе украинскую манеру принятия важных решений. Кстати, раз уж зашла речь о российской вакцине «Спутник В», стоит отметить, что она завоевывает все новые рынки. На прошлой неделе использование препарата одобрили Азербайджан, а также Марокко и ряд других африканских и южноамериканских стран. Всего за последние два месяца более 50 стран сертифицировали и начали закупать российскую вакцину. В ближайшее время ожидается официальная сертификация препарата IMA, то есть профильным ведомством Евросоюза. Производство «Спутника В» готовится запустить в Италии, Китае, Сербии, Белоруссии и Бразилии. Полагаю, в ближайшие месяцы мы станем свидетелями еще многих перипетий мировой гонки вакцин. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать о том, что большие и богатые страны в ней выигрывают, а маленькие и бедные неизбежно проиграют. Законы мирового рынка неумолимы. Подробнее о мировой гонке вакцин поговорим с политическим аналитиком Русланом Безяевым. Здравствуйте, Руслан. Добрый день, Данил. Добрый день, уважаемые зрители. С чем вы связываете вообще всю эту историю? Является ли это действительно продуктом какого-то информационного лоббизма или контрлоббизма тех или иных вакцин? Или же это действительно связано с какими-то, возможно, медицинскими сугубо показателями? Или и то, и другое? И как вообще эта история влияет на политику? Вот что больше всего меня интересует. Ну да, действительно, на мой взгляд, одно не противоречит другому. То есть, с одной стороны, идет борьба мировых фармакологических компаний за место под солнцем и дополнительную прибыль. С другой стороны, безусловно, каждая из вакцин имеет свои достоинства и недостатки. И по большому счету для того, чтобы создать нормальную вакцину от коронавируса, чисто по медицинским лекалам, необходимо около 5-8 лет. Этого времени не было. Все делалось в авральном режиме. Естественно, по истечению времени и по количеству прививавшихся полетели скелеты из шкафов. В этом смысле история с Европой ничем не отличается. К примеру, истории в Соединенных Штатах Америки, Индии, Норвегии, Дании, где все говорят о том, что отказываются от Астрозенеки, мотивируют это тем, что она плохо влияет на тромбизм у людей. Но почему-то никто не говорит о том, что делать с Файзером и Модерной, которые дают тоже побочные эффекты. Необходимо ли расследовать эти случаи? Если да, то какие принимать решения? Ну, например, буквально неделю назад в Израиле разгорелся скандал о том, что очень известный профессор, скажем, выражаясь нашим языком, продюсировал вакцину компании Файзер. И вот местные коллеги ваши задаются вопросом, это было сделано безвозмездно или не очень? При том, что обратите внимание на интересный момент. Себестоимость одной вакцины Файзер в Израиле составляет 265 шекелей, 65 долларов. При том, что ее закупочная цена явно меньше. И на этот вопрос нет ответа. Что касается ситуации в Европе проваленной вакцинации, то здесь ситуация простая. Не хотите брать Астрозенеку, уберите спутник. Вот, собственно, и все. И обратите внимание, в Британии, которая по количеству привившихся на 100 человек где-то в три раза опережает среднеевропейский показатель, если в Европе где-то в среднем на 100 человек вакцинировано чуть меньше 10, то в Британии на 100 человек чуть меньше 35. Там же такой ситуации нет, как и в Европе. Что наводит на размышления о том, что, возможно, проблема-то и не в Астрозенеке. А в том, что Файзер Биотек просто хочет расчистить под себя этот рынок, не запуская никаких конкурирующих вакцин. В данном случае Астрозенека и спутник – это конкурирует. Ну, здесь все-таки стоит сказать о том, что британская пресса очень так рьяно защищает вакцину Астрозенека. Ну, мы понимаем, почему лоббизм все-таки там национального товаропроизводителя, будем говорить. И поэтому, если бы какие-то проблемы начали возникать в Британии, я не думаю, что британцы бы их придавали большой огласке. Даниил, смотрите, шило в мешке все равно не утаишь. Однозначно. И учитывая, что вакцинация в Британии идет с тахановскими темпами, по сравнению с той же Европой, то все равно на протяжении месяца полутора скелеты начали бы выпадать из шкафов. Если бы что-то было действительно серьезное. То есть, то, что любая вакцина дает побочные эффекты, это по умолчанию, любая, повторюсь. Что классическая, что РНК. Просто РНК еще действует как бы дополнительно на ваш организм, что является, по мнению некоторых западных аналитиков, ее дополнительным конкурентным минусом. Но, в общем и целом, если мы возьмем вакцинацию Астра-Ценекой, убрав Европу, то каких-то серьезных скандалов, таких классических, мы не увидим. Да, они есть. Они есть в ЮАР, они есть в Бразилии. В Таиланде есть. В Таиланде есть и так далее. Но, подождите, давайте тогда подобное сравним с подобным. А сколько скандалов по Файзеру? Меньше? Ну да, действительно, они тоже были. Тогда почему одна вакцина изначально плохая, а вторая изначально хорошая? Почему такой неравный подход в оценке ситуации? Почему он такой тенденциозный? Это меня наводит на размышления, еще раз говорю, что идет борьба за рынок вакцин в Европе. Ну, это, само собой, мы так и озаглавили, в общем-то, даже нашу тему гонка вакцин. Вот еще один интересный вопрос, который меня интересует, это то, а куда пойдут произведенные партии вот этих вот вакцин, от которых отказываются в Европе? Может быть, скажем, в те же самые страны Восточной Европы, которые очень рьяно защищают репутацию вот этой Астрозенеки и так далее. Ну, например, в Литве звучали такие заявления о том, что не нужно приостанавливать вакцинацию, потому что это портит репутацию вакцины. Вот то есть дословно, прям открытым текстом так и говорят. В Украине, в общем-то, мы слышим то же самое, ну, даже еще в таких более неизощренных, неискушенных формах. То есть не получится ли так, что некачественные вакцины просто сольют в такие страны, ну, не хочется их называть третьего мира, но какие-то не самые передовые? Ну, смотрите, во-первых, бы я не считал, что эти вакцины просто сольют, потому что за них уже уплочены деньги, в том числе и заработают. Ну, продадут, продадут, я имею в виду это. Да, то есть, во-первых, их продадут, их не выльют, знаете, как молоко в Советском Союзе. Нет, конечно, продадут, еще и заработают, да, безусловно. Продадут и заработают, то есть страны Восточной Европы, я думаю, это будет не только Прибалтика, это, скорее всего, будет еще и Словакия, например. Это может быть Венгрия, это может быть Румыния, это может быть Болгария, это может быть в том числе и Украина, потому что нам поставили не классическую AstraZeneca, а ее реплику COVID-Shield. Соответственно, действительно, это все будет продаваться, это будет продаваться на фоне того, что, да, есть проблемы, но вот посмотрите на Британию, Британия вакцинируется, Британия уже в мае-июне собирается возвращаться к нормальной жизни, в то время как Европа просто погружается в очередной локдаун. И не только медицинский, но еще и экономический. Собственно, мотивация будет плюс-минус такая. Дойдет ли AstraZeneca до нас, не уверен. Почему? Потому что у нас, скорее всего, завезут этот Ковавакс новый. Это американская вакцина классическая. Ее здесь будут регистрировать, а уже потом будут регистрировать в США и во Всемирной Организации Торговой. Посмотрим, насколько быстро она заедет, посмотрим, насколько быстро идет этот процесс. Но, по крайней мере, то, что я про нее читал, она ничем не хуже, например, той же модерны, широко разрекламированной. Насколько это, опять же, хорошо или плохо, это второй вопрос, потому что пока что весь опыт медицины говорит о том, что классические вакцины все-таки более понятны и с точки зрения последствий, и с точки зрения того, что применять их придется все-таки не один и не два раза. Мы понимаем, что пандемия – это не на этот год. Пандемия – это всерьез и надолго. Поэтому я все-таки остаюсь сторонником классических вакцин. Но в нашей ситуации, знаете, особого-то и выбора не будет. Ну, знаете, Руслан, у этой всей ситуации есть еще такой геополитическо-имиджевый аспект, я бы сказал. Ну, вот о чем идет речь. На сегодняшний день те страны, которые могут производить вакцины от коронавируса, и в особенности качественные вакцины, они как бы формируют такую высшую лигу, что ли, мировых технологий. Но это как в 40-е годы, например, ядерные технологии, или там в 60-е годы космические технологии. Вот что-то наподобие этого. И в этом плане, когда какая-то вакцина дискредитируется и как бы выбывает из этой высшей лиги, то это, наверное, отражается и на репутации самого государства, как геополитического игрока. Ну вот, если вспомнить ту же Астрозенеку и желание Британии утвердиться на международной арене после Брекзита, например. Ну, смотрите, исходя из вашей аналогии, две катастрофы челноков типа Челленджер должны были окончательно поставить крест на Америке, как на космической державе. Но на какое-то время они сделали очень серьезную паузу и нанесли ей существенный урон ее имиджу, космической обрасли Америки. Вы понимаете, урон и полностью выйти из состава космических держав это не одно и то же самое. Безусловно. Мы не знаем ни одной страны, которая участвовала в космической гонке, которая не терпела бы очень серьезное крушение аварий. И это, соответственно, тоже имиджевая потеря. Однако давайте не будем забывать, что во всем новом, как в освоении космоса, так и вакцинации, такого рода вещи неизбежны. Потому что никто же не может понять, что такое коронавирус, откуда он вышел и откуда взялись там 1400 уже на день сегодняшнего штамма. Следовательно, говорить о том, что вот если сейчас есть проблемы с Астразенекой, это означает, что Британию вычеркнут из этого клуба? Нет. И то же самое означает и по Файзеру, и по Модерни, и по Джонсону, и по Спутнику. Просто вот мы сейчас будем наблюдать окончательное формирование этих зон вакцинации мировых, и тогда уже начнется так называемая внутривидовая борьба. Внутривидовая борьба, как известно, она самая жестокая и бескомпромиссная. Собственно, это сейчас мы и наблюдаем в Европе. Когда Астразенека и Спутник борются с Файзером и Модерной. Я еще раз повторюсь, позиция в этом плане очень проста. Не хотите брать Астразенеку? Берите Спутник. В принципе, немцы и европейцы в целом уже к этому готовы. А ведь давайте не забывать, как они относились к Спутнику, еще полгода назад. Ну да, там уже идет процесс сертификации и так далее. Да, с другой стороны, скандал же с Файзер-Биотеком никуда не делся. Вакцины по-прежнему не хватает. Тоже об этом надо говорить. То есть ни Модерна, ни Файзер не могут выполнить свои обязательства по поставке вакцин в Европу, хотя деньги уже уплочены. Таким образом, подняв скандал с Астразенекой, они частично решают, в том числе, и свои проблемы. Ну, ребят, смотрите, у нас пока не хватает Астразенека, условно говоря, фуфлу. Ну, подождите уже нашу хорошую. И тут появляется Спутник, он немножко ломает всю эту игру. В общем, там очень интересное кино, Даниил. Я думаю, мы его будем наблюдать еще как минимум этот год. Параллельно с гонкой вакцин в мировой политике разворачивается еще один не менее интересный процесс – формирование больших интернет-пространств. Все больше крупных государств стали понимать, что для обеспечения собственной внутренней безопасности и стабильного развития важно иметь не только зону собственного исключительного военно-политического и экономического влияния, но и зону исключительного интернет-влияния. В рамках вышеописанного понимания 10 марта Роскомнадзор начал ограничивать скорость работы социальной сети Twitter в России. Причины введенных мер в ведомстве назвали «неудаление платформой запрещенного контента». Причем в случае неисполнения решения регулятора, то есть почти наверняка, социальная сеть может быть полностью заблокирована на территории РФ, о чем в ведомстве и заявили на следующий день. А уже 16 марта Роскомнадзор не исключил замедления и последующей блокировки на территории РФ других соцсетей и интернет-площадок, в том числе Facebook, Instagram, YouTube и других, если они не будут выполнять требования об удалении запрещенного в РФ контента. Давление на соцсети с целью соблюдения интернет-платформами национальных законодательств различных стран не является чем-то новым. Тот же Twitter полностью запрещен в Китае, Иране, КНДР, практически блокируется в Турции, Египте, Ираке, Венесуэле и Туркменистане. Социальная сеть также удаляла различный контент по запросу правоохранительных органов Израиля, Франции, Германии и других стран. Запросы такого рода со стороны правительств объясняются популярностью социальных сетей, охватывающих сотни миллионов и миллиарды людей и, как следствие, их влиянием на общество. Требование удаления определенного контента интернет-платформами может быть вызвано как политическими, так и социальными вопросами. В случае политических ограничение работы Twitter вполне объясняется негативным опытом использования мессенджера во время Арабской весны, событий Евромайдана и других протестных выступлений в целом ряде стран. Также Twitter ввел фактическую цензуру и ограничивал высказывания консервативных политиков из США, вводя теневой бан и проводя так называемый деплатформинг, то есть удаление аккаунтов в соцсети лидеров общественного мнения вплоть до экс-президента США Дональда Трампа. Вопреки прогнозам скептиков, Роскомнадзору удалось осуществить принятое решение и социальная сеть действительно испытывала серьезные проблемы в работе. Лента твитов подгружалась медленно, а изображения и видеофайлы вовсе были недоступны. На этом фоне акции Twitter за день рухнули на 6%. Юридические действия регулятора обосновываются так называемым «законом о суверенном интернете», принятым в 2019 году. Согласно ему, провайдеры установили специальное программное оборудование на точках обмена трафиком для анализа и фильтрации трафика Deep Packet Inspection или DPI, которое, в свою очередь, позволяет Роскомнадзору полностью управлять трафиком в Рунете. Замедление работы Twitter 10 марта стало первым опытом применения действия этого закона в полевых условиях. В целом, в последние годы наблюдается разделение мира на различные интернет-зоны – западную, российскую, китайскую, иранскую и тому подобное. Эти зоны являются в той или иной мере самодостаточными с точки зрения обеспечения доступа граждан к интернет-услугам. Речь идет об интернет-поисковиках, Google, Baidu, Яндекс, социальных сетях и мессенджерах, Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, Telegram, ВКонтакте и другие антивирусных программах, беспилотных автомобилях, сетях 5G, интернете вещей, экосистемах по оказанию услуг такси, доставке, государственных услуг и так далее и тому подобное. Воочию увидев то, какое сильное влияние могут иметь социальные сети и интернет-технологии на политику, крупные государства все чаще задумываются о создании суверенного интернета, где своим гражданам были бы доступны только свои соцсети, поисковики и тому подобные программы. Дальше всех на этом пути продвинулся Китай, имеющий полностью суверенный интернет с блокировкой многих западных сайтов, программ и приложений. Как показывают нам вышеизложенные новости, вскоре свой суверенный интернет сформирует Россия. А дальше мир ждет перенос геополитической конкуренции за буферные зоны в интернет-сферу. Иными словами, то, к чьей сфере влияния принадлежит та или иная небольшая страна, будет отражаться не только на ее внешнеполитическом векторе, но и на том, в каких соцсетях сидят ее граждане и какие сайты читают. Личные данные и информация о миллионах пользователей слишком ценны, чтобы отдавать их на откуп геополитическим конкурентам. Разделение прежде единого интернета на несколько суверенных больших интернет-пространств вобьет, вероятно, один из последних гвоздей в крышку гроба американской модели глобализации. Тем временем Британия продолжает курс на возврат собственного влияния на международной арене. 16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны на период до 2030 года под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции», согласно которому ядерный потенциал страны увеличится до 260 боеголовок. Напомним, в данный момент Лондон располагает 180 ядерными боеголовками. Представляя документ, Борис Джонсон заявил, цитата, «В обзоре описывается, как мы будем укреплять наши союзы и наши возможности, искать новые способы решения проблем и заново учиться искусству конкуренции с государствами с противоположными ценностями». Он заявил, что Великобритания возглавила международное осуждение массовых репрессий, осуществляемых Китаем против уйгуров в Синьцзяне и его действий в Гонконге. И добавил, нет никаких сомнений в том, что Китай станет серьезным вызовом для открытого общества, такого как наше. Тем не менее, основной угрозой для Соединенного Королевства в Евроатлантическом регионе обзор называет Россию. В документе говорится, что именно для борьбы с ней Британия намерена укреплять свое взаимодействие с другими странами НАТО, которое, по мнению правительства, в Лондоне остается основой коллективной безопасности в родном для Соединенного Королевства регионе. Документ подтверждает, что оборонное и экономическое партнерство Великобритании с США является наиболее важным для Лондона, но при этом в нем содержится обещание расширить роль Великобритании во всем мире и признание тенденции к смещению центра мирового геополитического противостояния в Индотихоокеанский регион в ближайшее десятилетие. Помимо вышеизложенного, британское правительство хочет увеличить расходы на оборону на 24 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, что значительно больше, чем 42,2 миллиарда фунтов стерлингов, потраченных в 2019-2020 годах. Правительство также пообещало инвестировать десятки миллиардов фунтов стерлингов в другие области, в том числе выделить 15 миллиардов фунтов на исследования и разработки в области науки и техники, более 17 миллиардов фунтов на борьбу с изменением климата и продвижение биоразнообразия и 13 миллиардов фунтов на борьбу с коронавирусом. Анализируя вышеописанное, следует констатировать, что представленный британским правительством обзор есть не что иное, как программа наращивания внешнеполитического влияния Лондона в ближайшие годы. Как следует из документа, опираться в этом вопросе Британия планирует не на эфемерные общечеловеческие демократические ценности, а на вполне конкретную военную силу. Для этого, собственно, и планируется существенно увеличить военный бюджет и нарастить количество ядерных боеголовок. Вместе с тем, в обзоре британского правительства четко обозначено, что после Брекзита основным союзником и партнером для Лондона вновь станут Соединенные Штаты, когда в документе речь идет о взаимодействии с союзниками по НАТО, из контекста также понятно, что имеются в виду в первую очередь США. Примечателен и факт констатации британским руководствам необходимости снова учиться конкурировать с государствами, имеющими противоположные ценности. Фактически это означает, что британцы, в отличие от идеологически зашоренных чиновников администрации Байдена, признают, что глобализация по-американски провалилась и мир стал многополярным. Конкуренцию с альтернативными полюсами, такими как Россия и Китай, в Лондоне видят как нечто неизбежное, как новую реальность. В сумме все вышеизложенные выводы складываются в картину, очень напоминающую ту, которая имела место незадолго после Второй мировой войны. Теснейший военный союз между Британией и США, подпитываемый экономическим взаимодействием, повышенное внимание к бывшим колониям, тот самый Индотихоокеанский регион, не слишком активное взаимодействие с Европой, консерваторы при власти и набирающие обороты холодная война. Во всяком случае, так видят свое будущее, вероятно, с оглядкой на прошлое, представители правящих британских элит. Согласятся ли с ними американские демократы, так и не сумевшие принять факт завершения ПАКС-Американа и необходимости выстраивания новых конфигураций во взаимоотношениях с союзниками? Вопрос, ответ на который нам предстоит узнать в ближайшие годы. Подробнее о том, как будет развиваться внешняя политика Британии в ближайшее десятилетие, поговорим с исполнительным директором Института безопасности Восточной Европы Юлией Осмоловской. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Послевоенное время, теснейший союз США, не слишком тесные взаимоотношения с Европой, интересы в бывших колониях, ну это то, что было сказано об индо-тихоокеанском регионе и так далее, консерваторы при власти, как с начала 50-х, скажем. Ну что-то в этом духе. А, и начало Холодной войны, тоже о противниках там, были упоминания о Китае и России. Вот на меня навеяло это все такую аналогию. А как ваши впечатления от этого документа? Здесь сам Борис Джонсон, когда представлял этот документ в парламенте, подчеркнул о том, что как раз необходимость вот этого комплексного пересмотра, скорее, не обзора даже, вот, а она связана как раз с тем, что сейчас совершенно иной порядок международных отношений, чем он существовал на период после Второй мировой войны. И он определил этот уже новая эра, в которой будет развиваться внешняя политика Британии, как постковидная эра. И, соответственно, вот эти вот новые элементы, которые возникают на сегодняшний день, которые требуют внимания Британии иного порядка, чем это было до, после Второй мировой войны, вот они и были положены в основу принципиального подхода к этому пересмотру. Но если мы говорим о том, насколько это программный документ или политика, причем политика, которая обслуживает интересы какие, направленная на внутреннего потребителя или больше как бы на внешних игроков, то здесь первые комментарии, которые мы слышим от британских политиков и обозревателей, они как раз достаточно полярные, полярные, потому что некоторые видят в этом все-таки продолжение принципа «глобальная Британия» — это скорее как идея, чем политика. И вот они в этом документе не увидели как раз той программности, которую бы хотелось бы увидеть. И связывают это как раз с персоналией самого Бориса Джонсона, которому свойственно бросать вот такие вот идеи в пространство, но которые, может быть, недостаточно проработаны с точки зрения их практической привязки к реальному миру. И поэтому документы, собственно, получают вот такую вот критику. Хотя следует признать, действительно, это, наверное, на сегодняшний день самый структурированный, более-менее сведенный воедино, поскольку тут уже не только говорится о обороне, о безопасности, о внешней политике, но и добавлен элемент политики развития или помощи третьим странам на внешних рынках. Ну, безусловно, там есть и экономические моменты, о том же взаимодействии с Соединенными Штатами, но все-таки ключевая ставка, вот как мне показалось, за эти будущие 10 лет Британия будет все-таки делать ключевую ставку на военно-политические средства продвижения своих интересов. Ну и увеличение количества ядерных боеголовок, это самое, скажем так, сенсационное, о чем все мировые СМИ писали, увеличение военного бюджета и такой упор на взаимодействие с НАТО и Соединенными Штатами именно в военной сфере. Какие могут быть у Британии в обозримой перспективе военно-политические интересы? В какие, возможно, регионы земного шара она может вмешаться при помощи то ли вооруженных сил, то ли ЧВК, то ли поддержки каких-то местных режимов в такой военно-политической борьбе? Здесь Британия себя позиционирует как морское торговое государство и, соответственно, вот интерес к региону Тихоокеанскому, он связан, прежде всего, с ожиданием того, что это наиболее динамично развивающиеся рынки, где Британия, как страна, которая исповедует принципы либеральной торговли и капитализирует как раз на этом, поскольку основным моментом вот этих вот всех генеральных планов будет, насколько ресурсно Британия будет способна поддерживать вот эти вот заявки. Если мы говорим о политических, безопасностных и внешне-геополитических амбициях Британии, то здесь действительно вы правы в этом же пересмотре, в этом обзоре, они называют Соединенные Штаты как основной стратегический союзник, НАТО как основной системообразующий блок по безопасности, где Британия рассчитывает играть вторую, наверное, ключевую роль после Штатов и первую ключевую роль в Европе. Она гордится тем, что уже на сегодняшний день уровень расходов на оборону превышает 2%, то есть требования для стран-участников НАТО. Сейчас это 2,2%, но они рассчитывают удерживать вот это лидерство и держать вот эту вот позицию первой страны среди европейских партнеров, стран-членов НАТО, которые имеют самый большой оборонный бюджет. Поэтому действительно вот вопросы безопасности, они будут коррелироваться очень во многом с американской политикой. Британия рассчитывает достаточно усилить вот эту трансатлантическую ось в ближайшие 5 лет. И, соответственно, со странами Европейского Союза, которые входят в блок НАТО, тоже в первую позицию выходят страны, которые тоже обладают ядерным оружием. Но это прежде всего Франция, она и называется в таком ключе. Ну, у Франции, кстати, даже больше ядерных боеголовок, чем у Британии. Но она все-таки в НАТО всегда занимала такую обособленную позицию. Может быть, поэтому Британия пытается узурпировать право главного союзника США. Да, здесь еще вот за кадром остается вопрос, насколько вот эти вот амбиции заявлены и политика, которая будет реализовываться самим Джонсоном, будет заземляться на реальполитик, на ту реальность, которая есть. И на реальную экономику. За чей счет банкет? Да, вот экономика, это стоит поговорить отдельно. Но давайте пока с политикой разберемся. Дело в том, что выходом из Европейского Союза Британия так или иначе немножко ослабила свои связи и контакты, прежде всего, в безопасностном и политическом аспекте. Более того, вот это соглашение, которое было подписано при разводе или выходе Британии из Европейского Союза, она в меньшей степени касалась вопросов политики, безопасности и обороны. И даже не было формализовано в отдельный документ, за исключением отсылок к этому сотрудничеству в политической декларации, которая принималась еще предыдущим премьер-министром Терезой Мэй. И второй момент – это то, что соглашение сейчас, когда начнет работать, будет проявлять все эти слабые зоны, которые в нем были заложены. И обозреватели ожидают, что через год, может быть, два, Джонсон будет вынужден поднимать вопрос о пересмотре этого соглашения. И вот риск вот этой проблемы состоит в том, что Британия может войти в хроническую фазу постоянного пересмотра этого соглашения. Тем более, этот момент будет очень хорошо подхвачен конкурирующей партией либористов, которые в ближайшее время будут рассчитывать значительно набрать процент сторонников для того, чтобы получить лучший результат на следующих парламентских выборах. Ну, по сути, присутствует, конечно, момент конкуренции Британии с Евросоюзом, теперь уже после Брекзита, по всем статьям, что называется. И британцы стараются быстрее вакцинировать свое население сейчас от коронавируса, чем европейские страны. Там существенно лучше показатели вакцинации. Вот не исключено, что Джонсон будет предъявлять это в качестве достижения. Посмотрите на Европу. Даже вот посмотрите, если берем тот же обзор, там преимущества или сильные стороны Британии как раз в научной и исследовательской сфере выделяются в один из первых приоритетов. И как пример успеха, на что они рассчитывают, почему они рассчитывают, что это их сильная сторона, и приводится разработка вакцины AstraZeneca. Лучшее управление ситуацией с ковидом в своей стране, лучшая степень вакцинации. И, собственно, вот это вот ставится как один из успешных кейсов, на которые Британия ориентируется в том, что есть большой потенциал развития научно-технической сферы. Знаете, вот этот раздел о научно-техническом потенциале, мне, кстати, тоже, скажем так, напомнил такую аналогию, опять же, с послевоенной ситуацией, когда Соединенные Штаты многому, в том числе в области военных технологий, учились у британцев. И считалось, что Британия – это такой вот мозг, а Соединенные Штаты – это как бы туловище и руки, вот, и мышцы этого всего Союза. Ну, потом ситуация несколько изменилась. Сейчас, вероятно, британцы снова хотят свое вот это научное преимущество продать американцам подороже. Да, это возникло от понимания того, что за последнее время страны, например, такие, как Китай, значительно увеличили расходы и инвестиции как раз в сферу научно-технических разработок, и динамика их роста сейчас намного превышает то, что происходит в самой Британии. И Британия уже даже потеряла то место, которым она гордилась раньше. Это была четвертая позиция в мире там по уровню научно-технических разработок. И сейчас вот за счет динамики Китая Британия утрачивает эти позиции. Этим объясняется достаточное внимание в этом обзоре, вопросам научно-технической революции и необходимости инвестировать в эту сферу в Британию. Последний вопрос, который я хотел бы задать, это, собственно, то, как соотносится вот эта вот ориентация Британии на Соединенные Штаты, желание к более тесному сотрудничеству и то вообще видение мира, которое описано в этом обзоре, с тем, как видит мир администрация Джозефа Байдена. Ведь насколько у меня создается такое впечатление, что Байден все-таки живет еще в том пакс-американа, ну или коллективный Байден, его команда. А британцы в этом документе четко описывают, что есть альтернативные центры силы, да, с которыми нам необходимо бороться, но новая реальность, она вот такая. Американцы, мне кажется, не вполне это понимают сейчас. Британия, опять-таки, вот если мы говорим о том, что вызывает дежавю в этом обзоре, вот как раз акценты на том, что мир сейчас становится мультиполярным. Ну, по-моему, мир становился мультиполярным и 5, и 10 лет назад. Вместе с 2007 года. Да, и о росте Китая говорилось уже тогда, о росте новых центров влияния, поэтому здесь никакой новизны в этом нет. Повторюсь, что, да, Британия сейчас пытается найти свое место, вот в том числе повысить свою ценность как партнера для Соединенных Штатов. Можно сказать о том, что, скажем, на развитие структур безопасности, в России спецслужб и полицейских сил запланировано ежегодное инвестирование порядка 3 миллиардов фунтов стерлингов. То есть Британия заявляет о необходимости модернизировать и оптимизировать все эти существующие инфраструктурные системы, которые, собственно, поддерживали высокий уровень безопасности и готовности Британии противостоять современным угрозам. А пока Британия продолжает искать место для себя в новом мире, китайская официальная делегация посетила неподконтрольный Украине Крым. В ходе визита представители КНР посещали регионы с туристическим, сельскохозяйственным и винодельческим потенциалом. Их цель – сотрудничество инвестиций в Крым. В состав делегации входил заместитель руководителя Ассоциации российско-китайской дружбы Чэнь Шань Вэнь, генеральный директор пекинской экспортно-импортной торговой компании Кайшен Джао Кай и председатель совета директоров ОАО Хао Лан Чэнь Юн. 15 марта официальный представитель МИД КНР Джао Лидзян в ходе официального брифинга призвал украинскую сторону не политизировать вопрос визита китайской делегации в Крым. «Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере». Визит китайской делегации в Крым и открытые призывы Пекина не политизировать данный вопрос можно интерпретировать как прямой намек Украине на то, что во взаимодействии с Поднебесной не стоит вести себя так, как в ситуации с отменой сделки по заводу «Мотор Сич» и введении санкций против китайской компании «Скай Резон», желавшей его приобрести. Для китайской дипломатии свойственна предельная тактичность и искусство намеков. Поэтому, когда китайцы прямо заявляют о том, что будут инвестировать в Крым и не считают этот вопрос политическим, это уже даже не намек. Это прямое предупреждение не вводить санкции против их компаний, чтобы не получить признание Крыма частью РФ со стороны Китая. Впрочем, история с визитом китайской делегации в Крым имеет и другое измерение, более важное для КНР. На ближайшие 15 лет Пекин, вероятно, запланировал возврат под свой контроль острова Тайвань. Недавно даже был опубликован официально утвержденный проект, по строительству тоннеля с материка на остров. В этой связи некоторые аналитики отмечают, что китайские власти изучают возможность обмена признаниями с Россией. Речь идет о ситуации, при которой Пекин может признать Крым российским, чтобы Москва признала Тайвань законной частью Китая в случае его захвата или возврата каким-то иным путем. Учитывая нарастание мировой геополитической конфронтации, в которой Россия и Китай оппонируют коллективному Западу, такой сценарий развития событий нельзя исключать. А если добавить к этому методичные попытки Киева испортить отношения с Пекином по заказу Вашингтона, ситуация для Украины становится совсем не радужной. Но в украинском МИДе этого, похоже, не понимают. Там заняты попытками испортить отношения с теми странами, с которыми они до сих пор не испорчены. Так, 17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник в своей колонке для издания «Берлин Эрцайтунг» написал, цитата, «Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма следует прежде всего из извечной исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны. Попытка обвинить современную Германию в преступлениях нацизма, да еще и выставление ей условий в духе «Вы нам должны» – далеко не самая правильная стратегия во взаимодействии с одной из центральных держав Евросоюза, от которого Украина зависит в экспортном и кредитном плане. Это мягко говоря. Впрочем, в МИД Украины давно уже своя атмосфера. США тем временем ищут благовидные предлоги для оправдания новых санкций против своих геополитических оппонентов. 16 марта там был опубликован доклад Управления национальной разведки, в котором сказано следующее, цитата, «Мы полагаем, что президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США». Также в документе говорится о том, что вмешательством в американские президентские выборы занимался Иран и его прокси на Ближнем Востоке. Несмотря на серьезность обвинений, конкретных доказательств вмешательства, как и после выборов 2016 года, американские разведчики не предоставляют. Да и вообще на месте администрации Байдена стоило бы помалкивать о всякого рода вмешательствах в выборы. Уж что-что, но их почтовое голосование, система Доминион и прочие ухищрения в этом плане явно переплюнули пресловутых русских хакеров. Публикация упомянутого доклада свидетельствует о том, что власти США активно готовят информационную почву для введения новых санкций против своих геополитических оппонентов. В рамках этой же подготовки в недавнем интервью ABC News Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Очевидно, что обвинения во вмешательстве в выборы и санкции в Вашингтоне намерены использовать для шантажа России и Ирана и попыток добиться от них более сговорчивой позиции. Тем не менее, вряд ли из этого что-то получится. Как показывает практика, в Москве и Тегеране на огульные обвинения склонны отвечать ужесточением риторики и действий. Этот тезис как нельзя лучше подтверждается отзывом российского посла из Вашингтона для консультаций сразу после скандального заявления Байдена. Ну а в Боливии подходит к логическому завершению история с наказанием главарей неолиберального государственного переворота, осуществленного в конце 2019 года. В субботу 13 марта правоохранительные органы страны арестовали так называемую бывшего временного президента Жанин Аньес. Так называемую, потому что возглавляемая ей неолиберальная проамериканская хунта захватила власть и удерживала ее чуть менее года без всяких выборов. Позднее, когда выборы после многочисленных протестов все же состоялись, к власти в стране законно вернулись социалисты. Комичным было то, что во время ареста Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад. Самопровозглашенную экс-президентшу обнаружили в ящике, расположенном под кроватью. Ее задержали в рамках расследования дела о государственном перевороте и доставили в Лапас, где она должна дать показания. Также задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики Родриго Гусман. Кроме того, прокуратура выдала ордера на задержание трех бывших членов правительства Аньес и экс-командующих армией ВМС и ВВС. Против них выдвинутое обвинение в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Как говорится, так проходит земная слава. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама и я, Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Редактор субтитров А.Семкин